Дефект дневно уходит вот туда, но не глубоко. Вот здесь кость присутствует. Вот здесь есть кость. Вот туда он уходит, вот такой, как загоголенный. Он полностью очищен. Когда очищали, вы раскрывали дефект еще больше? Нет? Кость. Ну, кость, чтобы туда залезть. Я немножко, всегда чуть-чуть ее резитирую, потому что там есть вот эти вросшие грануляционные ткани, которые ты сто процентов не визуализируешь, даже в оптике, и все равно надежнее их подобрать. А чем? Я пьезоопарка. 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 Какая разница в любой пьезоопарке. А какая насадка? Шарик, наверное, да? Не, я вот эту лопату люблю гнутую. Такая вот она уже. Если нет пьезоопарка. Ультразвук на максимальную поставьте. Такую не тонкую насадку, а возьмите подломанные. Знаете, они бывают, валяются всегда в клиниках. Вот. Ну, на кавы, например, на восьми можно уже в космос пьезохирургии улететь на ультразвук. А вот туда чем? Я вообще не представляю, как они на нем легену профессионально делают. Там дальше пьезоопарка? Ну, здесь любой вариант подходит. Вот туда все это очищается. Перед и проверяется. Все выскабливается. И все это обрабатывается. Поверхность корня вся изъеденная. Вот здесь камня была. Вот до сюда. Вот его даже видно. Так вот вопрос тогда. Если пациент так следит за зубами. Она не так следит за зубами. Это доктора следят за ее зубами. Она ходит каждые полгода на проблему гену. И ни один врач не сказал, что у нее тяжелая форма парадонтита и не отправил ее к парадонтологу. Екатерина Станиславовна не даст мне сорвать этих пациентов толпы, которые просто ходят. Мне делали месяц назад проблему гену. Ты просто заглядываешь чуть глубже в оригинальный Дисней и видишь там зубные отложения с того века. Значит не все так плохо у нас? Я не знаю. Врачи там еще не знают. Врачи вы при парадонтите среди тяжелой степени у себя процентов 60. То есть музыка не остается. Так парадонтологи, если вы делаете... Ну, я считаю, что если вы не обладаете парадонтологическими навыками, да, не работаете с зоноспецифическими периодами и так далее, вам надо тогда пациента отправить в парадонтологу, хотя бы в диагностику можете провести, вы же видите, что у вас хелев проваливается, карманы просто парадонтолога. Хорошо, с какого зуба тогда нужно начать заниматься? Какие нижние через верхние кроющие? Кто к вам пришел, того и берете. Ну, с таким возьмешься и точно потом будет вам. Почему? Ну, попроще, в какой-то ситуации, наверное, начали. Ну, тут прекрасный биотип, ничего сложного нет. Сделали два вертикальных разреза, подняли лоскут, мобилизовали, зачистили дефект, материал унесли, поверхность корня обработали. Вообще, в детский сад нечего делать. Александра, на, можно вопрос? Можно еще вопрос? А вот сосочки, вот анатомические, вот которые вы формируете, анатомические сосочки. Это анатомические, которые Бог дал. Ой, хирургические сосочки. Вот так он же на 3 мм должен идти, да? Нет, это вот у меня здесь был разлет для фантазии. А бывает, что его нету, бывает. Лучше не узко. Можете так прямо, а иногда... Если они сильно острые. Если они сильно острые, и у вас есть небольшой вот здесь зазор, и очень тонкий биотип, лучше делать их вообще квадратные, вот такие. Их шить просто вам будет легче. Здесь мы же работаем. Тут просто посмотрите, какой у меня биотип хороший. Тут, ну, это вообще легкий случай. Это не сложный случай. Сложный это, когда у тебя корни зубок просвечивают сквозь. Здесь, ну, и ты думаешь, каким бы инструментом ее резать. Или вообще не делать. В общем, да. Нет, здесь все зачищается полностью. Ничего там не остается. То есть, пока вы же лунку, вы удаляете же зубы. Правильно? Вы удалили зуб. Это же не закончилось удаление. Вы же делаете ревизию лунки. Вы, если по КТ видели, что там киста, и вы ее там не удалили, вы же не отпускаете, так пациента вы чистите, пока вы не уберете все. Вы себе представляете вообще количество микроорганизмов, живущих на слизистой, которые все, и патогенные, и условно патогенные, находятся в определенном балансе. Вы своей пушкой по воробьям нарушаете биоценос, не только что всего организма наносите ему вред и удар в печень, с ноги, так еще и здесь нарушаете все. И у вас все, естественно, местные иммунные реакции будут хуже. Зертек, обезболивающий и местный уход. Мы назначаем, я назначаю эликсир в растворе и период гель. Его нету дозировки, он один. 14 дней до снятия шоу в три раза. Нет фото пьезы на сайте? Нет. Да, она стандартная. И вот у Ана Вонеске, наверное, на сайте можно просто посмотреть. Прямо она идет к этому, к аппарату. Комплект базового набора. Она называется для забора костных булоков. Такая прямая лопача. Есть заблуждение, куча распространена, которое передается коллегами на курсы, что есть антибиотики, тропные кости. То есть подозревается, что они там что, сохраняются в кости? Ну, например, да. То есть цикли, в этом кучу там варит очень много всего. Все основные осложнения инфекционно-оскалитного характера здесь будут со стороны мальчиков тканей. Поэтому антибактериальная целиопия если и может присутствовать, то она должна быть ориентирована на мягкие ткани. Мы говорили вчера об институте Георгиевича. Это клалитромицин, локситромицин, джазомицин. Все, что используется для лечения урогенитальных инфекций, лорг-органов и декатной системы. Потому что они тропные на мягкие ткани. Извините. Так все, мы закончили с антибиотиками. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...